Девушки отдыхают Обалдеть Слушайте, ну я представляю, что после такого тяжелого трудового дня у вас должна голова, наверное, наполниться какими-то гиперидеями У меня чуть менее информативно-цифровая история будет А скажите, у кого свой бизнес? О, отлично Вот, собственно, про собственный бизнес Я достаточно долгое время управлял большим бизнесом Я работал в компании мобильной телесистемы и был коммерческим директором макрегиона Урал Это там Янао, Хмао, Тюмень, Пермь, Челябинск, Екатеринбург В общем, огромный большой бизнес В какой-то момент я устал от большого бизнеса и ушел в собственный бизнес Бизнес никак не связанный с телекомом Вот на фотографии на моей слабо читается название Но вот тут написано Международная школа кондитерского искусства и кондитерская кондитория Вообще не про антибизнес, вообще не про телекоммуникации Я делаю торты Когда мой коуч, я когда из МТС уходил Мы с ним сидели в ресторане Я говорю, Михаил Григорьевич, я не могу, не знаю, что делать Уходить, не уходить вообще Как такие дела-то делаются Он говорит, а что случилось-то? Я говорю, слушайте, ну, я говорю, я это А он меня знает уже очень долгое время Он говорит, я говорю, я, ну, он говорит, что случилось-то? Я говорю, я просто торты делаю Он хинкали ел в этот момент У него там одна застряла где-то в горле Он говорит, подожди, говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну, торты там всякие, там, красивые, туда-сюда Он говорит, подожди, ты покупаешь торты где-то оптом Потом их продаешь где-то оптом, что ли? Я говорю, да нет. Я говорю, делаю, потом продаю. Он говорит, в смысле, подожди, как делаешь? Я говорю, ну как, руками беру, яйца покупаю, муку, что-то мешаю, заливаю в формочки, украшаю, какую-то глазурь наливаю, продаю людям, люди покупают, всем нравится, все хорошо. Он говорит, ты должен кому-то денег, что ли? Я говорю, в смысле денег должен? Он говорит, нет, ну ты, подожди, ты, говорит, нас про кому-то проиграл, что если ты проиграешь, то ты потом торты фигачишь целый. Я говорю, да нет. Он говорит, подожди, а как вообще, что-то произошло-то? Я говорю, ну как, вот я работаю там до 6 часов, до 7, как эффективный менеджер. У меня эффективность 77%, я домой прихожу потом и детей спать укладываю, торты делаю. Он говорит, да скольки? Я говорю, ну часов до 3, до полчетвертого утра. Он говорит, а в 9 на работу? Я говорю, да. Он говорит, сам точно никому не должен, все хорошо, денег там, никто не болеет из родственников, сам в порядке. Я говорю, все отлично, вообще все хорошо. Ну он там хинкали свои продолжает есть. Он говорит, нет, у меня нет вопросов уходить или не уходить. Если у тебя еще остались вопросы уходить или нет, как бы ты, ну там, как-то разберись со своими приоритетами в жизни там и так далее. Он говорит, ну человек, который в трезвом уме и здравой памяти там в 9 утра начинает делать торты, в 3 утра заканчивает, ой, в 9 вечера начинает, в 3 утра заканчивает, то он идет на работу. Он говорит, ну у меня нет вопросов. Вот. Ну и в общем-то я ушел. Ушел вот в это дело. Я там уже несколько раз рассказывал про то, к чему это дело пришло. Было страшно, было много всяких вопросов. Я никогда в этой сфере не работал. У меня нет родителей, которые там, знаете, я не вырос в этой, в пекарне, где мука литала там по этому, по цеху. Вот. Мама у меня медицинский работник, папа инженер-строитель, как бы дедушка партийный работник. Вообще никаких вариантов. Вот ничего. Жена иудейка, там вообще все плохо. Ну то есть никаких историй, связанных с развитием пекарного производства нет. И тут, собственно говоря, прошло несколько, ну как, где-то два с половиной года. И вот за эти два года, собственно говоря, бизнес вырос с нуля до, ну годовая выручка где-то около 40 миллионов. Рентабельность в среднем около 38%. Вот. Ну такой средний, вернее, малый бизнес, небольшой. Штаны не опускаются, детей кормить хватает. Ну, в общем-то, как бы так и живем. Ну и я как бы такой, думаю, так, стратегия, все дела, думаю, надо что-то развивать туда-сюда, значит. И у меня вот эти два года все активно двигалось, все активно развивалось, все хорошо. И где-то в сентябре, наверное, текущего года, уже ближе к сентябрю, я вдруг начал понимать, что история как-то вот, ну знаете, туман. Я как тот неэффективный сотрудник, у меня как бы все смешалось, как в кино. И я как бы ничего не вижу, я реально не понимаю. Я понимаю, что надо делать. Ну вот там пошагово, да, там вот это, делай раз, делай два, делай три. Понимаю там, как управлять, как людей мотивировать сотрудники, но вот стратегии не вижу. Ну и, собственно говоря, пришел к жене, говорю, слушай, все, я ухожу, не могу, ты вот тут что-то хочешь, занимайся. А она говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Там у нас как бы там, ну это единственный источник дохода там, то есть я говорю, слушай, ну я все, я это, я пошел себе искать там по найму работу. Вот, пошел к своему другу, говорю, слушай, так и так, а он в этом, в Ростелекоме работает, я говорю, слушай, так и так, я говорю, хочу по найму уйти. Он говорит, сколько ты зарабатываешь? Ну нахрен ты кому-то нужен в найме вообще? Ну он говорит, тебя за такие деньги никто не нужен. Ну нет, говорит, тебя купят, наверное, где-нибудь там, может быть, в какой-нибудь там Ростнефти, но, говорит, там, ну как бы шансов нет у тебя, да, там, ты куда там пойдешь? Сиди, говорит, типа в своем бизнесе, зарабатывай, развивай и так далее. А я не могу. У меня приятель есть один. Значит, консультант стратегический, Денис Яхно зовут, он московский такой, крендель, значит, он, я с ним познакомился еще до открытия этой кондитерской своей. Мы с ним списались, он мне помогал, собственно говоря, открывать кондитерскую, я сейчас потом этот кейс расскажу. И он тут прилетел в Екатеринбург по своим делам, он говорит, слушай, надо встретиться. А я знаю, что он такой, знаете, ну как себе консультант, ну такой, он говорит, если меня кто-то привозит из клиентов, я как бы сто процентов времени с клиентом провожу, ну то есть, как бы я не могу куда-то выезжать, кому-то там с кем-то общаться, да. Он говорит, надо встретиться. Я говорю, подожди, у тебя же клиент там, все дела. Он говорит, клиент знает, как бы все дела, я его сразу предупредил, что у меня там два часа времени будет с тобой. Я говорю, а что случилось-то? Он говорит, ну надо, надо поговорить. Я говорю, слушай, ну ладно, окей, все, там назначили в этот ресторан, сели, значит, поужинать, все, бутылка вина, вторая бутылка вина, третья бутылка вина. Вот, и, короче, где-то на третьей бутылке вина родилась эта история. Я человек, который писать не умеет, я больше разговаривать. Вот, если те, кто любит больше, как бы, такую вербальную историю, да, это вот можно к Денису на страницу зайти, там все то же самое будет описано, только словами. Ну, что он этот, блогер, как бы, да. Так вот, одиночество лидера. Ну, вот я где-то вот в сентябре месяце прошлого года решил поставить все это чертям. А это, как бы, ну, такая очень страшная история для сотрудников, для партнеров, для акционеров, там еще не знаю для кого. У меня, слава богу, из всех акционеров это моя жена, но в том числе для нее, да. И тут же самое интересное, что сотрудники, они же не идиот, они же начинают видеть, да, что у руководителя там глаза потухли, что он, как бы, там, не знаю. Ну, у меня там один сотрудник приходит, говорит, Сергей, можно с вами поговорить? Я говорю, ну, пойдем. Он говорит, ну, мы вышли на улицу, он говорит, слушайте, что-то вот, ну, вы как-то вот перестали на производство приходить. Ну, как-то вот вас не видим там, что-то еще, ну, типа, что происходит? Ну, я понятно, я такой, говорю, слушайте, да вот, там у нас сейчас там переезд, мы там новое производство строим, там кондитерское, то, сё, пятое, восьмое. Он говорит, понятно, понятно. Он говорит, а если по-честному? Ну, то есть, как бы, такой, я говорю, слушай, ну, вот, я говорю, если по-честному, я говорю, ну, вот, формируется стратегия. Я говорю, ну, потому что по-старому бизнес не работает, по-новому. Ну, и вот немножко ему про одиночество лидера задвинул. Так, сейчас нажму, если правильно нажму. Нет, неправильно. О, нажал, вот. Короче, одиночество лидера, да, вся квинтэссенция здесь. Наверняка все сталкивались с такой историей, особенно собственники бизнеса, да? То есть, такой вариант, да, или шанс 50 на 50, что выиграете 100 миллионов, или, как бы, вот, 1 миллион, вот, ну, 100%. Да, как бы, тут вот, я, знаете, так вот, периодически с этой историей сталкиваюсь. Первый кейс у меня был такой. Есть одна крупная компания у нас в городе. Они нам в свое время, вот, как раз года три назад предложили, мы искали место под кондитерскую, они предложили открыть. Они говорят, слушайте, приходите к нам, большой красивый дом в центре города, все помещение, и говорят, давайте. Я говорю, слушайте, да классно, клоу, все, давайте договор подпишем. Они говорят, слушайте, Сергей, там проблема, ну, небольшая, ну, как бы, не проблема, там надо на втором этаже ресторан просто открыть. То есть, как бы, на первом кондитерскую, на втором ресторан. Я говорю, я и ресторан, да вы что? Я говорю, не-не-не, я говорю, это не мой вариант вообще, как бы, какие рестораны. Он говорит, да ладно, что вы, там, что, Руслан, тяжелый ресторан, фигня, там, что, супчики? Он мне говорит, супчики, котлетки там пожарите, как бы, нет проблем, да. Я говорю, не-не, я же хожу в ресторан, я же понимаю, что это не супчики и котлетки, это же какая-то другая история, это атмосфера какие-то, люди, сервис там, все дела туда-сюда. Он говорит, да не-не, нормально, я говорю, слушай, я такой думаю, ладно, хорошо. Пошел примерно, вот я тогда Дениса нашел, на просторах интернета с ним списались. Он мне говорит, слушай, ну не вопрос, говорит, под ключ концепции ресторан миллион рублей. Ну как бы прям вот брендбук такой, тебе выдают, миллион рублей плачут, тебе дают. Там написано, сколько официантов, какие шторы должны висеть, какое меню, сколько музыка играет, где чего, какие хостес, как встречать, туда-сюда. Я говорю, сколько, он говорит, миллион рублей. Я говорю, а можно как-то частями и не все. Он говорит, ну как бы да, первая часть это оценка ситуации на рынке, стратегия, туда-сюда. Я говорю, вот я бы это купил за 100 тысяч рублей, и больше бы не покупал, а там бы решил. Он говорит, нет, тут как бы чувак или все вместе покупается или нет. Ну в общем, покупать я не стал, но не знаю, что-то ему стало интересно. Он ко мне приехал за 100 тысяч рублей, отговорил мне открывать ресторан. Но идея была в том, что эти ребята, которые нам предлагали, они говорят, денег нет, да не проблем, мы дадим. Ну вот прям, я не шучу, они говорят, прям мы дадим денег, сколько надо? 10, 20, 30 миллионов, сколько надо? Мы дадим. Я говорю, подождите, куда дадите, кому? Он говорит, ну тебе. Я говорю, вы знаете, это старые фильмы из этих, из 90-х, я говорю, ну как бы, вялая тема, говорю, 30 миллионов просто так, чуваку с улицы, как бы. Я говорю, какой-то процент, что? Говорю, не, не, никого процента не будет. Я говорю, подождите, а возвращать? Не, ну возвращать, что там, в аренду зашьем, там будешь возвращать какое-то время. Я говорю, не, я говорю, ну как бы, ну вот я не знаю, у кого была такая ситуация? Он говорит, надо 30 миллионов, как бы открой ресторан за наши деньги. И вы такие сидите, думаете, блин, а к кому пойти-то, кого спросить-то, как бы, что, где, кого, кто там? Алло, папа, тут 30 миллионов предлагают, бери, сынок, бери. Мама 30 миллионов дает, ты что, дурак, что ли, куда опять вязался, беги оттуда. Ну то есть, я думаю, не, ну короче, отговорили, да, и слава богу, потому что я не ресторатор вообще, вообще ни в каких вариантах. То есть, я, то есть, он когда приехал, вот консультант Денис, он приехал, я ему говорю, слушай, там такси возьмешь, приезжай в ресторан, там посидим. Он приехал, он говорит, слушай, не открывай никогда ресторан. Я говорю, почему? Он говорит, да потому что, говорит, ну потому что ресторан открывают люди гостеприимные. А ты не гостеприимный. Я говорю, я не гостеприимный? Ты что, говорю, в себе, что ли, как такое может быть? Он говорит, когда человек открывает ресторан свой собственный, он в аэропорт приезжает с этими, с чаном, ну с казаном, с пловом. Давай, приехали, все, пойдем, сейчас мы с тобой ужин. Он говорит, ты мне звонишь, говорит, в такси на стойке возьми и приезжай. Он говорит, какой ты, к чертовой мать, ресторатор? Забудь. Я забыл, открыл бизнес, все, он как бы два года работал. Ему там стратегия туда-сюда, развитие. Второй кейс из лидерской истории. Может быть, кто-нибудь знает такого, блогера такой есть, Аркадий Морейнс. Если кто-то не читает, почитайте. Смотрите, потрясающий человек у него в этом. Можно в Телеграме подписаться, можно на Фейсбуке подписаться. Крутой чувак пишет про стартапы. Совершенно чумовые вещи пишет там, я не знаю, где он это берет. То есть, когда чужое постит, он ссылки дает, когда свое постит, он просто пишет от себя. Так вот, он говорит, самое хреновое во всем бизнесе, да, это кейсы. Ну, кейсы в смысле на открытие, да. Кто составлял бизнес-план открытия чего-нибудь? Немного вас. Все остальные нормально, как в России принято. В драку вяжемся, потом разберемся, там видно будет. Когда кейс составляем, обычно там в Excel табличку рисуем, да, ну или там в какой-то системе, там доходы, расходы, там то, сё, пятое, десятое, одно восьмое. Самое хреновое, когда бизнес-кейс оправдывается на 50%. Ну, потому что в среднестатистической перспективе, в среднестатистической такой показатель, люди закладывают в кейсах 50% маржи. Ну, то есть так, чтобы как бы на всякий случай, потом 25 денег угорит, 25 останется, на этом будет хорошо. Ну, как бы полтинник, ну, то есть в два раза больше надо заложить. А кейс оправдывается на половину. Что такое половина? Половина – это ноль. Это означает что? Деньги потрачены, инвестиции вложены, а доходов ровно на то, чтобы покрыть расходы. И тут начинается такая очень занимательная вещь. Ты вроде как бы, ну, не знаю, там у нас небольшие были инвестиции, да, там один миллион рублей вложили в точку. Кейс нарисовали, все как положено, я же из большой компании, я же умею все это рисовать. Нарисовали все, а он раз и в половину. И точка реально уже год работает в ноль. Ну, реально жалко миллиона. Ну, то есть как бы, ну, из своих собственных денег из кармана достал, положил, заплатил, да, там что-то происходит. Я ничего не теряю, ну, как бы убытков нет, да, прибыли тоже. Ну, как те два еврея, которые забесплатно наелись, да, ну, то есть как бы ты что-то поделал, и как бы у тебя вроде и денег нет, и убытков нет. Но ты понимаешь, что если сейчас закрыть, да, то минус миллион, и как бы еще минус какие-нибудь там издержки на закрытие, там люди зарплату, аренда туда-сюда, туда-сюда, и вот эта история тянется год. Ну, это вторая история про лидеров, которые с этим сталкиваются. И некому пойти. Я просто когда в большой компании работал, мы эти кейсы считали. То есть мы сидим, считаем, ну, да, был прикольный кейс, мы в МТС считали, кто в Гринвиче, ну, в Гринвиче все бывают, да, так или иначе. 3G работает, 4G работает, LTE работает, а 3G работает, ну, 3G-то точно работает. Не работает, не, ну, я сейчас не приму мнение, претензии, не, не, сейчас не надо. Это я, короче, был вопрос, давайте построим 3G в Гринвиче, ну, то есть чтобы интернет там, все дела, народ в кафе, в ресторанах сидит там, все то-се. Давайте, давайте кейс посчитаем. Ну, финансисты, умные люди, они говорят, давайте кейс посчитаем. К нам, к маркетологам приходят, говорят, давайте кейс посчитаем. Мы говорим, давайте. Мы накидали им кейс, посчитали, экспертизу, состроили, все. Через сколько окупается проект? Через 12 лет. Не, как бы финансисты говорят, как бы, ну, вялая история, через 12 лет нам это неинтересно. Ну, мы, естественно, пару-тройку цифр поднадкрутили, вышли на окупаемость в 5 лет, как бы все хорошо. Да, кейс подписали, купили. Через сколько он окупится, я не знаю. Это вопрос мышления, как бы, в больших компаниях, да, когда ты считаешь эти кейсы, как бы, там что-то там посчитали, что-то открыли, как бы, что там, как, там, через 5-7 лет. Может быть, это будут уже считать другие, более совершенные существа, как бы, чем я, да, то есть, ну, я фиг его знаю, что там будет через 7 лет. Говорит, не, ну, я прихожу в Гринвич, работает, как бы, прикольно, да, там, периодически что-то там глючит, но, в общем, и целом, неплохо, потому что до того, как, там вообще ничего не работало, там даже голосовая связь плохо работала в крупнейшем торговом центре, вот. А здесь, как бы, вот я сейчас сижу и думаю, блин, там-то что, там можно было прийти к кому-нибудь боссу и сказать, вот, смотри, тут, как бы, кейс, и босс решает. Ну, там, не знаю, какой босс, там, президент, вице-президент, там, совет директоров, еще какие-нибудь неизвестные люди, да, в Москве, и потом все время говоришь, да, Москва решила, как бы, мы построили, вот. Здесь, как бы, вот ты такой раз вложил миллион, и, как бы, сидишь и думаешь, как бы, что дальше-то делать с этим, вот. Не знаю, я реально не знаю, что делать, ну, как бы, я серьезно говорю, мы сейчас концепцию там пробуем менять, сейчас понятно, что мы там будем, там, формат менять, достаточно, как бы, активно, но я, у меня вопрос открытый, то есть, я не знаю, что с этим делать, вот. Так вот, и тут, собственно говоря, вот, когда, там, помните, про три бутылки вина рассказывал, доделась такая концепция. Типы предпринимательских культур. Интересная штука, ну, я, ну, допускаю, что, как бы, умные мысли витают в голову, честно говоря, нигде не списывали, нигде не подсматривали, просто вот с бутылкой вина разговаривались, родилась. Значит, фактор самомотивации, фактор самосознания. Мы с Денисом разговариваем, я ему говорю, слушай, ну, вот так и так, я говорю, что-то вот, ну, не растет кокос. Он говорит, слушай, ну, давай, как бы, так, ну, послушаем меня, он говорит, слушай, да ты серийный предприниматель. Я говорю, в смысле серийный предприниматель, я говорю, маньяк, что ли? Он говорит, ну, плюс-минус, как бы, там, он говорит, суть-то та же, только вместо жертв у тебя бизнесы. У тебя, говорит, у каждого серийного предпринимателя есть цикл, через который он, ну, как бы, устает от своего бизнеса, ну, от текущего проекта, который он ведет. Он говорит, у тебя цикл два года. Я говорю, да ладно. Ну, я так раз что-то в ретроспективу кинулся, я вспомнил свою работу в МТС, я два года возглавлял сегмент B2B, потом я два года возглавлял сегмент B2B и B2C, потом я два года возглавлял сегмент B2C, а потом я год мучился, почему мне в МТС неинтересно. Ну, как бы так. И потом я два года двигал свой бизнес, вот, а потом через два года, как бы, оно как пропало, ну, то есть, как бы, как отрезает, и, как бы, неинтересно. Он говорит, ты ничего с этим не сделаешь, твоя задача как бы найти какой-то другой бизнес, ну, какой-то другой проект. А у меня, естественно, уже как бы два проекта на подходе, и я как бы уже эти два проекта там где-то в процесс запустил, и я туда уже полностью окунулся. Он говорит, ну вот, он говорит, тебе нужно просто понимать. И, собственно, открылось дыхание второе, да, я сейчас, например, в этом бизнесе в текущем, например, поставил цель на два года. Ну, я понимаю теперь, что у меня два года есть всего лишь на то, чтобы эту историю выполнить, да. Там новый проект запустил на два года, но это про серийных предпринимателей, да, не знаю, посмотрите у себя, может быть, у вас похожая какая-то история. Не обязательно два года, у кого-то, может быть, год, у кого-то шесть месяцев, у кого-то там полтора года и так далее. Ну, так иногда бывает. Так вот, но самое главное-то было не в этом. Самое главное было в том, что выделили мы три вот таких вот типа. Первый тип – это самозанятые люди. Люди самозанятые, они, собственно говоря, их отличие-то в чем? Если вы вдруг замечаете за собой, что для вас вопрос финансовой, финансовой выгоды в бизнесе стоит не настолько остро, насколько бы вам хотелось, ну, вот вы так сидите и думаете, да, вам говорят там, вот если сделать так, будет, ну, как бы чуть хуже по отношению к клиентам. Ну, не то, что хуже, ну, как бы так, вот проект будет не такой, вот может быть интересный для вас, но он будет максимально рентабельный. И вы такие, ну, нет, как бы я лучше сделаю чуть меньше рентабельность, но максимально интересный, прикольный, красивый, зажигательный и так далее. То вы как раз двигаетесь в сторону самозанятого человека. Для этих людей важен продукт, важно то, что они делают, важно то, насколько это, то, что они делают, будет востребовано клиентам. И для них вопрос денежных средств стоит на втором месте. Он не, нет такого, что для них он не стоит, они же, ну, нормальные люди, да, все живут в современном мире, где есть деньги. Но для этих людей очень важно осознание того, что тот продукт, который они создают, должен им нравиться. И это то дело, которым они увлекаются. Вообще, конечно, яркие представители, совсем яркие, стопроцентно, это сфера искусства. Художники, писатели, музыканты, там, не знаю, может быть даже и в нашей сфере, да, там какие-то пекари, кондитеры, ремесленные мастерские. Это люди, которые погружены в свой труд на 100%, да, и для них, ну, не знаю, там, нагодите мне художника, который точно знает, сколько стоят его картины. Ну, он не знает, сколько стоят его картины. Его менеджер знает, сколько стоят его картины, он не знает. Да, если его спросить, сколько стоит картина, он говорит, я не знаю, ну, сколько, сколько, ну, сколько заплатите, да, там, эта история. Вот, а на помощь, собственно, к этим людям приходит коммерсант. Коммерсанты – это люди, для которых вся жизнь – это переговоры. Если вы из тех людей, когда, не знаю, совет директоров или там просто совещание, и говорят, так, надо пойти договориться вот с этими, кто вы сразу я, то вы типичный представитель общества коммерсантов. Для них или для вас это вопрос, вопрос денег, он первичен. Вообще коммерсанту все равно, чего продавать, вообще по барабану. Они сегодня с вами битрикс внедряют, завтра они гробы продают, извините, послезавтра они, не знаю, там фруктами на рынке торгуют. Для них важен один вопрос, это норма рентабельности или возврат на вложенный капитал. Все, больше для них не интересует ничего. 100% коммерсанты это все инвесторы, потому что когда инвестор вкладывается в бизнес, интересует только одна история. Скорость и возврат на вложенный капитал. Все остальное меня мало интересует. Что вы там шашлыки жарите, что вы там яблоки продаете, да, или что у вас там, IT-продукт какой-то, мне все равно, покажите мне возврат на вложенный капитал. Сколько денег я заработаю, через какое время и насколько это больше, чем текущая стоимость пакета акций, например, на каком-нибудь фондовом рынке. Все. Это типичные коммерсанты. Для них поле боя, переговоры, они все время там, да, для них, ну, у них одна из ключевых фраз, это как бы ничего личного, просто бизнес. То есть для них действительно ничего личного не существует. Это не говоря, ну, слушайте, делайте разницу между мошенниками, да, которые там обывают народ, и коммерсантами. Коммерсанты, они не мошенники, они реально просто ищут там, где есть деньги. Ну, это предпринимательская жилка, это история как бы каких-то внутреннего ощущения, понимания рынка и так далее. Ну, барыги их еще называли в 90-е, да. Это люди, которые реально понимают, где эти деньги, куда они идут. И, собственно, третий тип предпринимательской культуры – это корпоративные менеджеры, корпоранты, те, кто работают в крупных корпорациях. Неважно на какой позиции, на позиции топ-менеджера, на позиции, там, среднего менеджера или там, или какого-то начального звена. У этих людей немножко другой мир. Почему? Потому что они живут исключительно в таком немножко сырьевом, закрытом вакууме. Я просто был в такой истории. Когда вы живете в области какой-то конкретной индустрии, и в силу того, что вы очень много в этом занимаетесь, там, и корпоративная культура, HR-ы там стараются и так далее, то для вас, по большому счету, не знаю, ну, не существует внешнего мира, ну, не в смысле как для человека, а в смысле как для профессионала. Ну, как бы, пойдите с вами поговорить и про нефтяные какие-то истории, да, если вы там, не знаю, находитесь в ресторанном бизнесе. Ну, как бы, что с вами, ну, зачем, да, как бы, давай поговорим про рестораны. Вот тут этот, тут этот, вот тут, вот тут этот. Или там, я не знаю, одна из, есть такие, знаете, в каждой, в каждой из этих предприятийских культур есть истории, как бы, позитивных вещей, да, которые двигают человека и самомотивируют его. Есть истории, которые негативно отражаются. Ну, например, как я уже сказал, да, маржинальность бизнеса у самозанятых будет гораздо ниже, чем маржинальность бизнеса у коммерсантов. Это вообще без вариантов. Если вы инвестор, если вдруг вам пришел самозанятый, надо найти ему в пару коммерсанта, иначе история, ну, может закончиться плохо. Почитали, да, сколько стартапов закрывается на этапе сбора денег? Не читали? Ну, почитайте на каких-нибудь технокранчах, сколько закрылось стартапов после сбора денег. То есть я тут был участником такого же, такой же истории. Мы купили эту 3D-камеру, знаете, были такие, 360 градусов, которые показывают, снимают. Мы купили там все, поставили туда-сюда, что-то там, и что-то спустя 6 месяцев, она что-то работать перестала. Камера что-то полтос стоила. Мы, короче, там все. А к ней надо было еще этот MacBook купить, чтобы она работала на этом. Ну, там же все нормально, ничего же не работает на Винде, все на iOS. Все как бы мы все это купили, все поставили, не работает. Мы давай искать концы, заходим на их страницу в Facebook, и там последняя публикация там 7 месяцев назад. Ну, мы, короче, концы искали, искали. Там какой-то чувак что-то им пишет, они не отвечают. Ну, и все, потом нашли каким-то образом там через каких-то знакомых этих ребят. Они где-то там в Китае сидят. Они говорят, ну, что-то не получилось как бы история. Ну, серьезно. Я потом поговорил с ребятами, которые занимаются телевизием. Они говорят, а тут недавно видеокамеру придумали, какую-то крутую, навороченную, 6 миллионов рублей стоит, ну, для съемок как бы, да. Он говорит, они продали, софты продали и пообещали, что как бы каждые полгода будет обновление софтов. Он говорит, два софта выпустили и потом пропали. А камер продали по 6 миллионов, 100 тысяч штук по миру. И все. А потом просто сказали, ну, как бы что-то как-то вот не растет. Ну, то есть как бы два софта пустили, а как бы третий, ну, как бы, ну вот. И таких примеров миллион, да. Это к вопросу самозанятых, потому что очень много айтишников, они самозанятые люди. Как бы, да, там, не знаю, смотрели, может, сериал «Силиконовая долина», если не смотрели, посмотрите, жутко смешно. И там вот как раз про самозанятых айтишников, которые реально генерят какие-то коды, они генерят какую-то историю, но как заработать на этом денег, они нихрена не понимают вообще. Берут у инвесторов деньги, профукивают их, да, и потом говорят, ой, что-то, ну, как бы вот тут вот, как бы, что бы вернуть-то непонятно. Вот, у коммерсов понятная история. С коммерсами невозможно договариваться по понятиям, ну, в смысле, невозможно договариваться по понятиям, для них все очень просто. Есть деньги, ты друг, нет денег, ну, извини. То есть, как бы, что с тобой дружить, да, если с тебя выгода никакой. С корпорантами все еще проще. Некоторые из них, не все, я встречал очень недавно, с банком с одним по кредитам договаривался, и вот там девочка-менеджер, она мне пишет письмо, я ей выслал какие-то данные, она нам пишет, Сергей, в нашем банке есть существующие нормы и правила, вы обязаны их соблюдать. Я говорю, здравствуйте, вы кто? О, почему я обязан что-то соблюдать в вашем банке? Я говорю, я не клиент вашего банка. Я вообще говорю, я ваш клиент, который потенциально хочет вам денег заплатить. Я говорю, это вы что-то обязаны в мою сторону сделать, как бы, да, но не я. Ну, то есть, там иногда возникает история, что люди чувствуют себя там хозяевами жизни и мира. Не все, но вот те, кто особенно на нижних позициях, да, там люди реально думают, что вот все, как бы, сейчас я всем им покажу. Ну, не знаю, может быть, сталкивались с этой историей, когда вы приходите в большую компанию, и вам говорят там, ну, напишите запрос, мы в течение 30 дней ответим. Ну, спасибо, блин, услужили. Да, то есть, как бы, не знаю, я тут в родную МТС один раз запрос написал, мне реально сказали, напишите письмо, сойдите в салон IT-компании, сходите к нам в салон ногами, напишите, мать, ваше заявление, и мы 30 дней его будем рассматривать. Я говорю, вы, лидер отрасли, который говорит, что вы IT-компания, отправляйте меня пешком в офис, писать заявление, которое будете рассматривать 30 дней, вы что, издеваетесь, что ли? И она прислала, ну, такой же какой-то спич, там, видимо, какой-то бот стоит, который просто отвечает одинаково, как бы, на всю эту историю и так далее. Вот. Собственно, а что мне эта история помогла? Мне эта история помогла разобраться с тем, что я самозанятый, ну, такой, ну, чистых типажей очень мало, да, понятно, что смешанные. Я такой вот самозанятый коммерсант процентов на 30. Самое страшное, что жена у меня коммерсант самозанятый, вот наоборот немножко, да, мы с ней вот пересекаемся, вот на эти 30 процентов туда-сюда, вот, но очень-очень тяжко, прям вот очень тяжко. Я эту историю разложил на еще отношения семейных пар внутри. Иногда вот люди живут, не знаю, он самозанятый, она корпорант. И все, и дома трэш, как бы, вообще непонимание, что происходит, да, как бы там, или не знаю. Да, вот корпоранты, типично у них что, у них очень четкая история, у них есть регламент, у них есть правила, у них есть четкие шаги, это нормальная система в больших корпорациях, бизнес большой по-другому не работает. Вот. А самозанятые у них, как бы, все очень просто, они художники. И все, он утром шкаф открывает, какого хрена опять одежда разложена не так, как была вчера. Она говорит, ну, какая разница, ну, разложена же. Он говорит, ну, какая разница, есть же написаны же свитеры, носки, какого черта все лежит по-другому. Да, она говорит, ну, подожди, ну, я же погладила, постирала, вроде какие ко мне претензии. Она говорит, да претензия в том, что ни хрена не по порядку, блин. Вот. Ну, это так уже из области личных отношений, но по большому счету, я тут на своих сотрудниках эту историю покатал, я офигел. Просто я понял, кто из них кто. И, например, у меня девочка сливала шесть месяцев в задачу. Ну, просто сливала и все. Я ей говорю, делай, она не делает. Я говорю, делай, она не делает. Я когда эту историю раскатал, она вот здесь вот, стопроцентная. А я ее вон туда загонял, она говорит, да я не могу, ну, бесит меня, ну, не хочу я. Как бы она говорит, я не могу вот так вот взять и с подпалки вам что-то сделать. Да, я такой, ну, начальник, я думаю, как, не можешь, ты что, ты у меня работаешь, давай. Ну, вот, она отсюда, она художник. Что ее там, гнобить какими-то правилами, нормами? Сели, поговорили. Я говорю, слушай, ну, придумай мне какой-то, ну, проект. Пошла думать. Через день не принесла. Мне такой, ну, проект прикольный принесла. Я его быстренько, ну, там, монетизировал, понял, как на этом зарабатывать. С нуля 200 тысяч в месяц подняли. Как бы, ну, вот. Ну, это к вопросу классификации сотрудников. Да, иногда мы их долбим, не разбираясь в том, что они там коммерсанты, а мы их заставляем чего делать? Идеи предлагать. Чего я коммерсанту идеи предлагать? Ну, ты коммерсант, надо спасти деньги и зарабатывать. У нас в МТС такая штука была, называлась, нужно было предлагать идеи по улучшению бизнеса. В какой-то момент компания сошла с ума и начала ставить планы по идеям. Я не шучу, серьезно. Планы приходили на отдел, нужно было с отдела собрать 20 идей в месяц. Коммерческий отдел у меня под руководством. Коммерсы сидят, они в продаже, они бегают в полях. Так, пацаны, все, надо идеи. Чего? А сколько платят за идею? Ничего не платят. Да ну нахрен, блин, все. Вот такие были разговоры, понимаете, да? Или вот этих людей, айдати, да, там, не знаю, в поля и, собственно говоря, деньги зарабатывать. Не знаю, каких-нибудь сотрудников. У нас была такая тема, тоже в Теледвай работал. И так мы все должны поработать в продажах. Выгнали девочек из бухгалтерии в продажи. Они вышли в этот. Чего? А? В кого? Куда? Где? А как это? С клиентом разговаривать, да? Там ситуация неопределенности стопроцентная. Чего он спросит? Чего ему отвечать? Ну, как бы тут. Поэтому инструмент прикольный. Просто поанализируйте. В нем пока нет методологии, потому что родился он месяц назад. Но я думаю, что мы с Денисом накатаем какую-то историю там. Читайте блоги просто, подписывайтесь, смотрите. Там, наверное, что-то интересное будет. Все. Спасибо большое. Я готов что-то ответить. Я так понимаю, что во время я немножко не вписался, но... Вопрос. У нас перерыв потом будет, поэтому тайминг не так. А, перерыв был. У вас еще что-то потом после меня, что ли? Да. А, Архангельский еще будет? Слушайте, ну нет, я понял. Да. Сейчас вам микрофончик. Да, сейчас микрофон. А тут, потому что там люди не слышат, чего спрашивать. А я потом отвечать буду, да, и будет эта история. Чего спросил, чего ответил, кому сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот если рассматривать такую историю, да, то есть ты работаешь наемником в какой-то крупной корпорации и параллельно как бы развиваешь еще свой бизнес. Что вы по этому поводу скажете? То есть либо как бы туда уходить, либо сюда. Я так пробовал. Хреново получается, честно вам скажу, потому что, ну, моя личная практика, я не знаю, как у многих здесь, да, но моя личная практика, ну, и партнер у меня был вот сейчас, который вот, с которым мы миллион вложили. Он сейчас выходит из бизнеса, наигрался, он из большой корпорации, из Ростелеком, вот этот крендель, который мне рассказывал. Так вот, история не работает. Почему? Потому что объем вложений физических, интеллектуальных, эмоциональных в проект должен быть стопроцентный. Когда мы зарабатывали, когда мы сидели дома и делали эти торты, у меня, ну, то есть это было хобби, да, какое-то, мы зарабатывали 300 тысяч рублей с женой. Ночами вот что-то делали, 300 тысяч рублей зарабатывали. И мне было страшно, я думаю, ну, вот мы сейчас, я сейчас уволюсь, да, у меня там зарплата полмиллиона, я сейчас уволюсь, а здесь 300 как бы, и что, а как сделать-то миллион, ну, то есть как бы вот непонятно же, да. И было страшно, и потом я, когда вышел, ну, то есть я когда бросил заниматься той историей, начал заниматься этой историей, за два месяца мы вышли в сумму миллион 200. Это просто как бы не про то, кто вы, да. Если у вас интерес к собственному бизнесу, скорее всего, что вот я 8 лет в корпоранта играл, вон там, но я просто понял в какой-то момент, что я не корпорант. Ну, то есть мне история неинтересна. Есть и люди, которым интересен очень много знакомых, которые там растут, дорастают до очень больших позиций, топ-менеджеров первых компаний, все круто, все классно. Там другой тип мышления. Если вас реально манит собственный бизнес, какая-то творческая инициатива, значит, у вас есть что-то из самозанятого. Вам нужно просто подумать, что для вас более интересно, да. Регламенты правила и чувства безопасности или ощущение кайфа, драйва, серфинга и какого-то риска, при этом, ну, может быть, без оглядки на деньги, да, деньги придут потом. Вот из этого нужно исходить. Спасибо. Ваш вопрос. Микрофон вам дать? А, вот здесь я смогу. Да нет, не услышат, меня услышат, вас нет. Давайте. Привет. Привет. Вот скажи, пожалуйста, один из самых эффективных способов перехода из корпоранта в коммерсанта. Куда, говорит, в коммерсанта? Она послушала, говорит, где деньги-то? Я, говорит, все в корпорантах сижу, а деньги в коммерсантах. Нет такого перехода. Это как из этих, из внутриориентированных во внешнеориентированных пойти. Это как бы типология личности, понимаете. Вас, я говорю, у меня методологии пока маловато на этот уровень. Я сейчас работаю со вторым проектом в части психологических типов личности. У меня будет история такая тоже, ну, публичное выступление туда-сюда. Понимаете, там очень много заложено на уровне наших социальных ролей. То есть как бы это не то, что мы решили такие, я буду коммерс, да, а это то, что на уровне социальных ролей на подкорке закладывается с детства. Да, формулируется, это окружающая среда. То есть, ну, в какой-то момент вы должны понимать, что в кругу ваших людей, например, да, вот вы общаетесь в кругу каких-то людей, и вы понимаете, что они все корпоранты. Ну, большинство людей, большинство, 85% говорят, значит, и я тоже корпорант. Ну, так комфортно, так удобно, да. Но ему там, блин, как-то вот туда-сюда. Но он не выходит, почему? Ну, потому что как бы все же корпоранты, что я-то как идиот. Да, вот это и такая история. Поэтому шансов, что вы туда перейдете, нет. Вы либо коммерс, либо нет. Можно ли в структуре больших корпораций работать с коммерческим типом мышления? Ну, безусловно, можно. Но в любом случае у вас будет смешанный тип. Ни один коммерс, чистый коммерс или самозанятый коммерс не сможет работать в большой корпорации. Я не смог. Потому что когда я приходил на большую конференцию МТС, и президент выходил и говорил, у нас стратегия туда-сюда. А я поднимал руку и говорил, вы ошибаетесь. Мне директор коммерческого инвестиционного управления говорил, ты что, идиот, хорош, все, эй, туда, дурак, у тебя карьера под угрозой. Я говорю, какая нахрен карьера под угрозой? Он же, ну, на фигню говорит. Он говорит, он президент, он не может говорить фигню. Я говорю, может. Он же такой же человек, да? И потом мне в кулуарах объясняли, не, чувак, так не положено. Тут же есть как бы иерархи, тут же есть вот человек. Он умный, как бы вот, ты должен как бы сказать, что он умный. Это структура корпоративного управления. Вы не можете там сказать, что вы умнее всех. Вы просто не нужны там. Добрый день, вечер. Вечер, ночь, я, да, давай. Меня очень затронул момент, что у вас с супругой разные позиции. Кто-то самозанятой, а кто-то коммерс. Есть евреи в зале, нет? Нет, сейчас объясню. У меня просто… Нет, руку. Не, 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 я, говорит. У меня с супругом просто такая же ситуация. Вот буквально пару советов. Как вы умудряетесь держать совместный бизнес, и при этом дело не дошло до развода? Вы знаете, не, вот мне знаете, что в женщинах нравится? Они точно знают, что они говорят. Они же, ну, всегда уверены, она говорит, как дело не дошло до развода. Она же не знает, разведены мы, не разведены, женат, не женат. Она говорит, как дело не дошло до развода. Слушайте, ну, на самом деле, вести собственный бизнес, вообще бизнес вести с родственниками, это беда вообще. Беда, беда. Никогда с бизнес с родственниками не ведите. Вообще, особенно с евреями, это как бы отдельная история, да. Я когда с Юлей встретился, у меня друг есть еврей, он живет, у него жена русская. Я к нему приехал, я говорю, Игорь, я тут вот девушку встретил, говорю, все, мечта моей жизни, все дела. Маша мне говорит, Сережа, она еврейка? Я говорю, да. Он говорит, она говорит, я тебе книжку дам, пособие, говорит, как жить в доме, когда в доме есть еврей. Я говорю, Маша, да хорош, ты чего говорю? У меня сейчас реально есть такая книга, я сам написал. Если кто-то вдруг встретит, я потом дам, можно обращаться, я передам книжку. Каким образом уживаться? Слушайте, ну первый шаг на осознание типа, да, то есть кто вы и кто он, это первое. Когда вы осознаете, что вы коммерсант, а он, не знаю, корпорант, тогда есть точки соприкосновения, да. Ну то есть я же говорю, что чистых типажей мало очень, да, скорее всего какие-то перекрестные истории. Плохо, когда, да нет, все равно будут какие-то перекрестные, да, там истории, где-то вы соприкоснетесь. То есть деление ответственности, то есть мы с женой два года этим занимались, в течение двух лет я пришел, сказал, что все, я больше не могу. Ну то есть как было, я ввожу какое-то решение управленческое там в компанию и все там. Вот. Сотрудники что делают? Они идут к жене и говорят, тут это, как бы поступила информация, что надо делать вот так. Она говорит, какая нахрен информация, вы что? Я сказала, делаем так. Ну то есть вот такие вещи. И они начинали, что, самое страшное в этом не в том, что там, ну у нас с Юлей что-то какие-то, самое страшное, что сотрудники начинают саботировать процесс. Они начинают вам рассказывать о том, что вот вам муж сказал, что как бы надо вот так, а ему рассказывают, что вы сказали, что надо вот так. На самом деле вы этого не говорили. Да, в лучшем случае хорошо, если вы как-то пересекаетесь, да, там, но дома про работу говорить неохота, да, поэтому мало этой истории. Мы в какой-то момент с Юлей договорились, если у вас собственный бизнес, разделите обязанности. Мы договорились, что, ну, как бы акционеры, мы собственники, понятно, но полную структуру операционного управления забрал на себя я. Все, Юля занимается там какими-то благотворительными идеями, поиском каких-то больших проектов. Ну и, собственно говоря, она как собственник имеет право контролировать бизнес в любой момент его текущего состояния. Но она не принимает решения в управлении операционном, никаких. Сотрудникам запрещено, ну как запрещено, она говорит, вы можете мне писать, но вы ни хрена не получите ответа. Сотрудники первые два месяца писали, ответа нет, они перестали ей писать, ходить к ним перестали. Ну и, собственно говоря, это единственный способ. Можно вопрос, да? Да, сейчас, Раслана. Сейчас, сейчас, сейчас. Сергей, я тут недавно прочитал книжку, вот, ну, примерно на такую же тематику, которую ты рассказывал. Книжка называется, по-моему, «Этапы развития корпорации», автор ЦХАК Кальдерона Дизис. Ну, такой известный достаточно товарищ в менеджменте. Так вот, он раскладывает вот ту же историю, которую ты разложил на три типа, да, он раскладывает на четыре. И он это называет не типами, а функциями бизнеса. И его фишка в том, что он говорит, что, допустим, на этапе младенчества компании, когда она только зарождается, там важны одни какие-то качества. На втором этапе важны другие качества, на третьем – третий. И вот идет постепенное развитие вот этих всех историй. Как ты видишь дальнейшее развитие своей компании? И вот если ты говоришь, что ты коммерсант, и я так понял, что ты… Ну, я самозанятый, да, больше коммерсант. Самозанятый коммерсант, да, да. То с развитием компании должна же добавляться и корпоративная история. Сто пудово, конечно. Вот каким образом ты будешь ее добавлять, если ты вот здесь? Да, спасибо. Это действительно очень важный вопрос. Когда ты осознаешь на этапе собственного бизнеса, что ты вот такой, да, там, то возникает следующий вопрос. А как сделать так, чтобы бизнес-то не рухнул? Потому что, ну, нашумевшая история, да, там, про того же Галецкого, например, говорит о том, что, да, в какой-то момент должен был появиться совет директоров, который никак не появился, да, в компании, как бы. Ну, и это одна из причин, да, там, которые называют. В моем случае я для конкретного своего бизнеса вижу сейчас две вещи. Первое. Ну, вот после нашей, там, осознания вот этой всей истории, да, я запустил в поиск, ну, операционного руководителя. Это первое. Я запустил в поиск корпоративного коммерсанта. То есть я четко понимаю, кто мне нужен. Мне нужен человек, который умеет работать в условиях корпорации, в условиях четко поставленных задач, целей, выполнения этих целей, да, то, что вам сейчас рассказывают сегодня весь день про какие-то целевые истории. Но при этом он должен быть с коммерческим уклоном, он должен понимать, где лежат деньги и так далее. Потому что его корпоративная структура – это я буду управлять, я буду говорить ему, что делать, да, его коммерческая составляющая – это понимать вообще, как развивать бизнес, куда его двигать и где деньги лежат. То есть это первый шаг. Второй шаг, который я для себя вижу, это постановка, ну, поскольку здесь перемешана еще история серийного предпринимателя, я поставил для себя внутри двухгодичную цель – описать мой бизнес, подготовить, ну, то есть не то, чтобы подготовить продажи, а описать бизнес таким образом, чтобы он обрел стоимость. То есть, потому что для самозанятых людей в чем проблема? Их спрашивают, сколько стоит твой бизнес? Он говорит, я не собираюсь его продавать. Он говорит, дело не в том, собираешься ты его продавать или нет. Дело в том, что каждый бизнес должен иметь свою стоимость на рынке, да, то есть иначе как бы зачем он нужен, да, потому что прибыль, она, ну, как бы сегодня есть, завтра нет, а стоимость бизнеса, она нужна всегда. Вот, я поставил себе такую цель, да, там, описать бизнес, регламентировать его, сделать из него как бы формат такого прозрачного готового проекта, либо готового к какому-то инвестору, который войдет туда, да, с какими-то деньгами и начнем мы эту тему развивать, либо готовность к масштабированию какому-то, там, франчайзинг, не франчайзинг, собственно, не собственный, ну, либо просто к продаже, когда кто-то придет и купит и скажет, там, окей, клевый бизнес, чувак, давай продавай. Вот, для этого, собственно, мне нужен этот вот корпоративный коммерческий тип руководителя туда, вот. Ну, а третье стратегическое направление, которое для себя вижу, это развитие новых проектов, поскольку я самозанятый, мне интересно взять какие-то идеи, но вот сейчас мы развиваем онлайн направление, онлайн школу, и вот второе мое направление, ну, не связано с этим бизнесом, это связано с моей личностью, да, это, отвечая на ваш вопрос, как построить отношения с мужчиной, вот, это структура тренингов, ну, таких консультативных историй, я просто три года работаю в преподавании в своей школе, и там у меня за три года каждый месяц я работаю при, ну, там, около 40 человек, женщин через меня проходит, в хорошем смысле, мужики, нет, сейчас началось вот это все, да. Нет, я просто когда с ними общаюсь, да, они в процессе обучения кондитерскому делу, они приходят, они задают вопрос, это не про кондитерскую историю, они рассказывают о том, а как вот это, а как что, а у меня вот с мужем тут, а дети, а это что, а это что, они говорят, сколько у вас детей, я говорю, пятеро, они говорят, ой, слушайте, а расскажите как, и начинается история, да, вот этой темы. Ну, в общем, это тоже один из проектов, вот, я для себя вижу в рамках собственного бизнеса, да, три вещи, поиск лидера, второе, это подготовка компании к какому-то инвестору продажи, либо там масштабированию за течение двух лет, ну, и третье, в структуре самой компании развитие новых проектов, в которых я как самозанятый человек могу реализоваться. Ну, вот, наверное, такие истории. Добрый вечер. Где, где вы? Здесь, здесь, здесь. А. Да, давно уже стою. Я 10 лет занималась, тоже играла в коммерсанта, а потом в итоге оказалась самозанятым художником. Ой, какая прелесть. Да, и в итоге сейчас, ну, поскольку я и то, и другое выполняю, да, одновременно, конечно, я прихожу к мысли, что мне нужен помощь коммерсантам. Коммерсантам стопудово нужен. Вот, вопрос очень короткий. Да. Где их искать? Где искать коммерсантов? Вон, смотрите, сколько в зале тут сидит. Вон, они руки тянут, им только это. Им только дай попродавать. Я понимаю, что ты инвестор должен быть, да? Я вам скажу, с коммерсантами разговор очень простой. Стоимость, скажите им. Вон они сядут, они руки тянут. Просто скажите, сколько стоит? У меня денег нет, им надо продать. У вас нет денег, они с вас денег не берут. Они говорят, сколько мы со сделки будем иметь. В процентах. Понимаете? Потому что если вы будете с ними разговаривать на тему, у меня денег нет, они понимают, что у вас денег нет. Не потому, что у вас их нет, потому что вы не умеете их зарабатывать. Они умеют. В этом вся история. Это понятно, да. Можно коммерсантов потом ко мне, да? Да. Кто руки поднял. Все, коммерсанты, знакомьтесь, это свободный художник. Вот, можно ее найти, потом продать все ее изделия, картины. Что вы рисуете? Картины, все, отлично, прекрасно. Еще вопросы? Вопрос у меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такого плана. Вот, заходя в какой-то проект, вы на что делаете упор? На развитие продукта? Ну, на формирование продукта или на маркетинг? Слушайте, я как самозанятый человек, конечно, делаю историю на продукт. Мне интересно, чтобы продуктом воспользовалось большое количество людей. Да. Почитайте, вот, Морейнса, я вам сказал, да, там очень интересная история. Он говорит, тут недавно проводили исследование, в Америке, правда, не у нас, на тему того, сколько люди хотят зарабатывать. Ну, вот, прям спросили, сколько денег надо, там, да, какие проекты, то, сюда. Он говорит, что самое обидное, ну, не обидное, он говорит, я расстроился от того, что почти 80% опрошенных американцев не выходят за пределы 500 тысяч долларов в год. Им не надо столько, ну, то есть, как бы, да. Вот, я немножко из другой оперы, я как раз, мы недавно сидели, я говорю, вот, надо развить онлайн направление, онлайн школу по продаже, там, всяких рецептов, курсов и так далее. Ну, вот, я долго думал, какая цель, деньгами, нет, я же, ну, я же не коммерсант, ну, я с коммерческим уклоном, но я не коммерсант, да, коммерческий коммерсант бы стоимость поставил, просто цель в деньгах, и к ней бы двигался, да. Я для себя поставил миллион пользователей, как бы, цель цифрованная, да, но при этом она, как бы, не в деньгах, вот, потому что для меня, как для самозанятого, деньги придут позже. Безусловно, структура маркетинга, она, ну, как бы, поверх всей вот этой истории идет, да, потому что маркетинг – это основа, это двигатель, да, если мы понимаем структуру потребности клиента, мы можем с потребности клиента сделать как готовый продукт, ну, собственно, мы можем, в принципе, и создать потребность, да, как, например, там, тот же Apple создал в свое время потребность, да, можем и деньги на этом заработать и так далее. Поэтому для меня маркетинг, как для бизнесмена, он существует априори, как бы, я без него не понимаю смысл, как бы, формирования бизнеса, наверное, может быть, люди искусства, единственные, ну, вот, яркие представители, да, когда люди рисуют картину, может быть, они не ориентируются на какие потребности, они душой рисуют, да, и, как бы, там, что вот, что получилось, то получилось, да. То есть в моем смысле я ориентируюсь на продукт, вот, а маркетинг стоит во главе, как бы, он в любом случае, вот. Ну, и самое главное, наверное, это люди, с которыми вы это делаете, вот, надо тоже понимать структуру, вот, если, например, у меня два бизнеса, да, один бизнес школа, второй бизнес кондитерский, вот, ну, производство. Если производство четко корпоративная структура, я понимаю, что там по-другому нельзя, регламенты, четкие, там, технологические карты, время выработка и так далее, и так далее, как в любом пищевом бизнесе, то школа, скорее всего, пойдет в структуру сбора самозанятых людей, будет структура а-ля Google, SKB Contour, что-то такое, да, где будет просто площадка творческая для реализации своего потенциала. Потому что делать из школы, да, там, корпоративную структуру можно, но тяжело, ну, потому что там нужно какого-то идейного человека, который все это будет генерить. Вот, в общем, поэтому в разных проектах могут быть разные цели. В каких-то проектах это может быть структура, например, построения корпоративной сети, да, и там, как следствие, маркетинг, там, продвижение какого-то продукта. В каких-то продуктах можно, ну, в каких-то проектах может быть продукт на первом месте, и там структура продукта может быть на первом месте. Тут как бы нет такого ответа. У меня вопрос еще по ходу. Мы знаем два примера. То есть компания Apple достаточно сильный продукт, достаточно тоже сильный маркетинг. И компания Coca-Cola, то есть сильный маркетинг, но как такое… Нормальный там продукт, что вы пьем же, все хорошо. И что хорошо в долгую, на ваш взгляд, что дает большие результаты? Все-таки продукт или маркетинг? Да, я понял. Я бы сказал, что в компании Apple не то, что сильный продукт, с компанией Apple господин Джобс был просто стопроцентно самозанятым человеком. Ему вообще было пофигу на деньги. Все же смотрели книжки и читали, и фильмы смотрели про него. Совет директоров себе голову сломал. Чуваку вообще по барабану было, сколько это стоит, какая там рентабельность, на вложенный капитал. Все, что ему было интересно, чтобы люди это пользовались. И он в это верил. Что касается компании Coca-Cola, то здесь, наверное, нужно… Я бы, знаете, я бы ответил так. Структура компании Coca-Cola сформировалась в старое время. Это очень старая компания. Так же, как McDonald's, так же, как KFC и так далее. Это мое исключительное мнение. Оно никак не может… Я, слава богу, не аналитик, которого там акции потом падают на рынке. Но мой прогноз, что компанию Coca-Cola постигнет та же участь, что и компанию McDonald's, которая фактически свернула половину бизнеса по миру, просто потому, что они не умеют вовремя меняться. Потому что катиться на стоимости вот этого в течение нескольких десятилетий далеко это не уйдет. То есть мир меняется. Приходят люди, приходят потребители, которым стоимость бренда неинтересна. Которым интересна скорость, которым интересна добавленная стоимость в виде каких-то прикольных бонусов и так далее. Миллениалы, им вообще пофигу, какая торговая марка. Им все равно, на чем ездить. Им все равно, на чем… То есть, ну там, не знаю, вся история IT-проектов, каршеринг. Никто не парится. Вы знаете, что, например, компания Ford планирует к запуску разделенную стоимость продажи автомобиля? Ну, прокат фактически. То есть компания Ford, например, планирует через два года запустить по всему миру прокат автомобиля. Не продажу, а прокат. Вы просто приходите в офис продаж Форда и просто берете машину на год на прокат. И просто в месяц платите аренду. Когда компания Toyota об этом узнала, они сказали, да ладно. Это же типа грохнет весь рынок вообще. Ну, да, грохнет весь рынок. Да, потому что компания R&B зашла и грохнула весь рынок отельного бизнеса. Компания Booking.com зашла и грохнула весь бизнес отельного бизнеса. Ну, весь этот бизнес отельной сферы. И так будет происходить дальше с каждым каждым каждым. Просто пока еще на Coca-Cola не нашлось еще просто этих проектов. Ну, найдется. Ну, просто это вопрос времени. Просто для меня как бы Coca-Cola как продукт перестанет существовать тогда, когда будет Amazon в вашем телефоне, через который вы будете заказывать продукты. И тогда Amazon будет решать, что у вас в корзине, Coca-Cola или Pepsi-Cola. И вот тогда Coca-Cola должна будет задуматься, но будет уже поздно на эту тему. Ну, это исключительно мое мнение. Оно может не совпадать с реальностью. Может быть, компания Coca-Cola уже что-то придумала, о чем мы не знаем. Я занял весь перерыв, мне кажется. Ну, на самом деле, это правильно. Единственное, что нужно отдавать себе отчет, что перерыва не будет. И сейчас придет Глеб Архангельский. Окей. Вы можете еще позадавать вопросы, потому что вариантов, собственно, у вас нет. Уходить уже поздно. Поэтому есть еще вопросы. Получился часовой доклад в живой разговорной форме. Спасибо вам огромное. Я желаю вам удачи в вашем бизнесе. Ну, и, собственно говоря, чтобы бизнес рос, рос, рос и не кончался. Спасибо. 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 Спасибо.